Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем цикл бесед о межнациональных отношениях в национальном государстве под общим названием «Латвия – это мы». Я – Эдуард Шнекст, председатель общества избирателей «Латвии» и мой постоянный обонятник – Владимир Соколов, председатель войска общения «Латвия». В прошлый раз мы немножко остро побеседовали, можно сказать, на свободную тему, свободное движение по этой проблеме. Сегодня решили оббираться на конкретные тезисы и обсудить эту проблему конкретно, по тому, что можем повторяться, может быть, сможем подвести некий итог. Как под это смотрится? Согласен. Тогда, если позволите, я зачитаю первый же пункт наших тезисов, при котором мы будем беседовать. И мы скажем свое мнение по каждому. Первое, на что надо опираться, что любая национальная культура и ее язык является ценной созданной частью мировой культуры, заслуживает сохранения и дальнейшего развития. Надо ли спорить на умные потянули? Тогда следующая мысль. Любой язык не будет подвержен деградацией и умиранием, если практически используется во всех сферах жизни и развивается в новом современном. Вот трудно за этим не спросить. Тогда третья мысль. «Чтобы язык не просто сохранялся в быту, но служил для того, чтобы не забыть национальный фактор, а всегда оставался современным и применимым во всех случаях жизни, обязательно должно существовать государство или автономия, где он постоянно используется на всей территории и во всех сферах, не подвергаясь вытеснению или растворению». «Что вы это скажете?» «Ну, я согласен с этим, только я понимаю, что это не касается русского языка в Латвии, который пытаются вытеснить и раствориться». «По крайней мере, здесь я…» «А права вообще?» «Под этим тезисом третий вы подозреваете только латвийский, исключительно латвийский язык. Русский язык здесь отсутствует, как таковы, на территории Латвии. Он подвигается вытеснению и растворению. Этот тезис относится ко всем языкам, ко всем мире». «А он, в том числе, кроме того, броних выживаний, как-то еще поддерживается в Латвии?» «У каждого языка, если он на сегодняшний день сохранился в таком виде, что сможет выполнять эту функцию, должна быть своя территория, на которой он имеет приоритетное хождение, где этот язык и эта культура имеют полное автономное развитие и не подвергаются настроению. У каждого языка должно быть такое место на себе. В этом смысл. Но мы имеем в виду не в общем землю глобально, а мы имеем в виду территорию Латвии. Если брать территорию отдельно как таковую, то не обязательно дело в том, что язык существует как на территории, как говорим, в географическом плане, так и в сфере применения языка. Тем более, что у нас нас считают, что перемешанное население, поэтому мы здесь выделяем эту территорию в Латвии отдельно. Да, согласно закону языка Первой республики, там был пункт о том, что применяется русский язык и немецкий на тех территориях, где живет 50% национального вещества. Скорее всего, это касалось закон 32-го и закон 35-го. Я последний взрослые отношения оставил. И тогда же можно было применять его даже до 35-го и в самом управлении. Но если кто-то из депутатов, а хотя бы один возражал, то обязательно переходили на государство. То есть вот такая вот история была первой республики. На сегодняшний день язык достаточно распространен в Латвии, но никаких его оснований и существований здесь не существует. Я предлагаю вернуться к этому пункту. Его легче будет обсуждать, когда мы придем к какому-то мнению на самом деле. Значит, третий у нас остался по вопросу, да? Да. Четвертое. Взаимоприятие разных языков и культур ведет не только к взаимопогащению, поэтому он ведет к взаимопогащению, но и к вытеснению малых языков, в кавычках, языками более распространенными. Если они на равных коммурируют в общем пространстве, если малый язык будет защищен административными мерами, как обладающим приоритетом в официальной сфере. Здесь я полностью согласен, что административные мерами попадают в официальной сфере, но дело в том, что русский здесь вообще никак не защищен. В этом пункте этого пока ни в какой сфере не защищен. Никакими методами. Но это пока не в этом пункте, да? Значит, вот тогда пятый пункт. У пункта четвертого нанесло им фактически равного хождения разных национальных языков на одной, не разделенной на автономию, территории не бывает. Какие бы законы о равноправии языков не принимались. А что могу сказать? Ну, есть страны, которые есть на праве национальных языков. Ну, по закону. По закону. Но фактическое хождение народа. И фактическое тоже практически есть. Например, в Бельгии, когда со своими нюансами. В Виталии там тоже со своими нюансами. Ну, и тоже еще на праве страны. Канада даже, если пример, да. Ну, это более удачные примеры, что существование. Ну, здесь в этом пункте сказано. Если территория не разделена на автономию национальную, а просто равноправный языков в законе, разве эти языки равноправные в жизни? Равно используются, имеют равное хождение, какое-то равновесие сохраняют? Ну, в жизни равенства никогда не было. Он сохраняет равновесие, взаимодополняет, поддерживает. Тут какая-то другая вопрос. А, вот равенство как таковое, оно не существует. Люди по-своему не одинаковые, они равны в правах. Ну, полного равенства. Пока мы говорим о языке, а не о людях. Причем это не потому, что хорошо или плохо. Опять же, люди военно дополняют друг друга. Именно об этом он говорит, что языки более распространенные. Всегда человек, открыв лоб, не может на двух языках одновременно произнести слово. Каждый раз забирает один язык какой-то. Каждый раз. И в процессе этого ежедневного выбора более распространенные, рано или поздно получают приоритет, и остальное все делает временем по протиснению языка менее распространенного. Если нет по умению распространенного каких-то защитных механизмов. Но дело в том, что распространение языка зависит от того, что вы хотите донести другого к другим на этом языке. Если вы будете только защищаться в этом языке, и, как говорится, он будет только иметь эту функцию защитную, то в любом случае вы же прекрасно понимаете, что это не распространение языка, это его деградация будет в конце концов. Поэтому здесь важно то, что какие смыслы, что вы доносите на своем языке для другого человечества, а не то, что вы просто... Это тоже возможно быть, но я не спорю с этим. И на любом малом языке до остального человечества донести что-то трудное. Для этого не существует только в распространенном и международном языке, международно признанном. Но в конкретном государственной автономии, о чем говорили в будущем, язык будет вымирать, если на нем какая-то тема будет неохвачена. Дело в том, что не возможно, наверное, охватить все темы. Это невозможно, поймите правильно. Все темы, возможно, может охватить такой язык, как английский, который наиболее спорционерный, да. И тоже в свое время он охватывает депутаты, которые в переводном. В этом смысле поймите правильно. В той же латышской литературе сколько было переводов. Вы посмотрите, где на латышском языке сколько было переводов. А это все финансы, достаточно сложные финансы. И на латышском языке, когда ты переводишь, он больше обогащается, потому что вынужден искать слова, которых нет, может быть сразу же. То есть в этом заимогащении языка тоже существует. В любом случае, языка должны быть не только защитные функции как таковой, и даже для защиты нужны и финансы. То есть здесь вопрос упирается и в это дело. То есть достаточно ли мы развиваться должны экономически, в том числе и культурно, но что мы ставим впереди? То есть я не говорю, что деньги как лобовые. Я имею в виду для развития и культуры, в том числе и финансы. Они не маловажны. Этот аспект на заряжении, эти две темы, на мой взгляд, не пересекаются. Они соприкасаются дело в деталях. Это совершенно две параллельные вещи. Рассвитие государства, его экономики и сохранение культуры. Что я хотел сказать? Если мы исходим из того, что мы сказали, что во всех сферах язык применить невозможно, и с этим согласимся. Не в том, что мы омрекать можно, но он не эффективен. Вот чем проблема. Вот тоже, вы знаете, в Финляндии высшее образование, особенно в коммерческих пунктах, оно сразу на английском языке. У нас коммерческая школа тоже на английском языке. И почему же мы вешаем на язык пирку не эффективен, и начинаем отказываться от некоторых тем, которых он используется. Дело в том, что это не моя практика. Я ничего не упрекаю. Но дело в том, что все, все наиболее передовые сейчас научные исследования, они существуют на других языках. И тут вариант такой. Или мы переводим на лотэшки, да, вот эти наиболее передовые исследования. Или мы будем их считать в оригинале. Вот это вот, понимаете, задача такая. То есть мы, язык, он существует для того, чтобы, конечно, он существовал. Потому что это культура, это наследие, это настояние. Это я согласен с этим. Но применить во всех сферах, это практически для малых языков, при все уважении об их уникальности, да, это чисто, ну, финансово очень. И второе, мы точно переводим ту, ну, передовую технологию, которую сейчас мы видим? Мы уверены в этом? А может, пока мы переводили уже другое что-то состояние? Мы возвращаемся к пунктам, по которым мы уже согласились. Любой язык подвержен деградации и генеранию, если практически не будет использоваться во всех сферах жизни. И не будет развиваться много со временем, много с развитием науки. Он тогда превращается в язык, то, что у нас третьим пунктом. Для сохранения, для использования в быту, и чтобы не забыть национальный фактлёр. Если мы еще не соглашаемся с этим, то мы его обрекаем. Нет, нет, нет. Почему? Фольклёвый, у нас есть вопрос не фольклёвый, в том числе он используется в государственном управлении. Так же самое, все гуманитарные науки, фольклёвый аддиктор, подается на финском языке. Потому что основы управления государством, особенно Древней Греции и Рима, практически не были. Все философские тактаты давно переведены. И здесь имеется в виду плоскость техники, которая подтверждена изменениям в большинстве ежесекунда. И плоскость человеческих отношений к гуманитарным наук. Которая, в принципе, она человек не изменился за эти две тысячи лет. Здесь есть разделение, я немножко это понял. Тогда я хочу уточнить вопрос. Вы предлагаете принять к исполнению, можно так сказать, такой постулат, что все сферы государственным языком, государственного мотива охватывать необязательно. То есть даже не нужно. Нет, почему? Не нужно и обязательно, но по-возможно. Обратительно. Ну что мы сможем? Я же не знаю. Принято. Принято. Да. Постараемся поставить... Как вы прошу говорили. Да. Или иметь... Целеполагание. Целеполагание, да. А вторая часть. Имеет незаконное, логическое и справедливое обоснование к этой цели. Значит, целеполагание такое возможно, да? Целеполагание возможно, конечно. Почему это? Значит, на чем мы остановились? Фактически равное ухождение национальных языков на этой нерезидентной территории. Не увозврежь на автономию. Есть и автономия. Есть. Там приоритет языка. Одного, а остальные не равные. Если автономии нету, и в законе написано несколько равных языков, фактически они равными не будут. В мире такое существует. Но это существует там, где ни одну, ни другую общину, никакая неравном раме фактически не беспокоит. Не процентует малая община на приоритет. И не принципует... И не... И не... И не... Не может... Позвольте вы уточнить, какая новая община? Малая, малая. Ну... То есть... И все языки... Из них несколько. По сугальству. Они не равны фактически. Закон может записаться, что они равны. В них можно относиться как равны. Но в жизни они равны. Все равны. Они не будут. Но я буду делать. Еще одно от этого. Давайте спустимся на землю. Это только пункт. Подождите. Мы... На земле мы найдем. Это только пункт, по которому мы должны обучить свое мнение. В принципе, так оно и есть в жизни, так и есть. Тогда шестой пункт. Обеспечить полноценное автомобильное развитие более одной национальной культуры в неразделенной на автономии государстве невозможно. Если государство неразделено на автомобиль, неразделено. Не может быть полноценного развития нескольких национальных культур. Автономные. Я не имею в виду поддержание своей элитичности национальной. А именно автономное развитие. То есть полный цикл. То, что мы читали в первых пунктах. Во всех сферах жизни, если это не автономия, то это обязательно будет сталкиваться с богими языками. И возникает это модно-неразделение. Для того, чтобы его просто вытеснить из всех сферах. Для того, чтобы язык развивался. Культура развивалась. Автономно. Без подпитки. Откуда. Я не возражаю противопитки. Я говорю, если ее нет, то на одной, не разделенной на автономные территории, несколько культур автономно развивать невозможно. Не знаете о том, что в мире идет много культурности, разноплазия и всему остальному. А мы тут соберем ареал для того, чтобы поддержать. Я согласен с этим. Я согласен в этом участвовать. Но я хочу, чтобы мы развивались. В ответ тоже. Да, русскому лейтену русский лейтенский язык лейтен. И он имеет такие же права, как все. Мы для этого дадим. Значит, тогда у нас седьмой пункт. Очень интересно. Условия проживания в своем национальном государстве. А то, что государство бывает национальное, мы спорить не будем. Или автономия. Коренным образом отличаются от условий проживания и условий сохранения своей идентичности вне своего национального государства или автономии. И требуют дополнительных усилий самого человека. При наличии в государстве нескольких государственных языков, рядовой гражданин вовсе не обязан знать и использовать всех. У нас здесь латышский язык только поэтому есть государственные языки. Мы пока берем общее понятие. Потом берем с Аллатвией. Где бы ни было нескольких государственных языков, никогда все человек не знают. Ну, он может знать, это естественно. Но у него всегда есть выбор ограничиться одним. Если государство ограничивается одним, то, скорее всего, он не какой-то полноценный смертный человек. Да, и он ограничивает себя. То есть он ограничивается одним языком, но он ограничивает себя в поживании в этом государстве. Дело в том, что очень многие, они знают государственные языки, если говорить тоже. Ну, не все, конечно, не все языки даются. А на какой мере знают эти языки, опять же, это достаточно сложный вопрос, на каком уровне. То есть как бы от нового, не на бытовом, там, когда-то и много. Но сказать, что он вообще не понимает культуру, на уровне, моталитет, язык, так, кто из страны. Такого нельзя сказать. Я таких не встречал. То есть это уже совсем туда же. Ну, строго говоря, идет на принцип. Человек знает один официальный язык. Ну, если человек идет на принцип, то это есть такие люди, но я их не знаю. Вся логика принципа, чтобы вот так вот ставить себя относительно других. Но видите ли, вся логика построения законодательства не присвоить к этому. Нельзя сделать иначе. Заставить, что все граждане обязаны в двух языках равноправно общаться. Это уже по желанию. Закону такого быть не может. То есть, если языков несколько, у человека есть выбор. Зафиксировали. Десятый пункт. От степени интеграции человека в среду государственного языка основной проживания зависит его фактические возможности реализовать свои права и свой потенциал в данном государстве. Ну, то есть ты понял. Естественно. Одиннадцатый. Жители разных национальностей должны не бороться за сохранение языкового, хоть минимального, барьера по отношению к государственному языку страны проживания, а за возможности дополнительного углубленного изучения языков основных национальных общин. Ну, да. Здесь я согласен. В каком этого пункта идут батареи? Нет, у меня никакой батареи. Возвращаемся к десенту. От степени интеграции человека в среду государственного языка проживания. Что это такое? Страны проживания. Да, да. Что это? Степень интеграции человека в среду государственного языка. Я считаю, что он уже интегрирован в среду государственного языка. Это, может, зависит. Например, наш новый гастробайтер приехал в Англию, в Германию. Он обязательно интегрируется до какой-то степени и работает. Или в разнорабочем настройке, если получше, значит, специалистам, плотникам, каменщикам. Кто получше, там, их менеджеры выбиваются. А его ребенок кончил университет. Может быть, будет руководить большой компанией или пойдет в правительство и сам останется. Вот это разной степени интеграции. И от этого зависят его возможности реализовать свой потенциал. Может быть, в Латвии он был инженером. Но если он в стране проживания не интегрировался до такой степени, до такого уровня. Кажется, я понял вас. То есть, вот в этом-то и есть основное различие. Дело в том, что, как мы уже упоминали, я до этого и вам сказал уже, что вообще концепция интеграции, она для иммиграторов, приезжающих в нашу страну. А вы применять ее пытается для тех людей, которые живут здесь веками. Это у нас принципиальное различие. Я так и подумал, что вы... Вы возвращаете меня к предыдущему... Я вас возвращаю на 300 лет назад. Нет, предыдущим пунктом нашего... Давайте закончим последний, может быть. Здесь у нас 12-го не было. По 11-му не было. Тогда вы запомните, с чем мы не согласны. Да, я вам скажу, с чем мы не согласны. Надо их улюбнуться. А последние, 12-е мы обсуждали в прошлый раз, просто в переводе, в вольном переводе с латышского. Здесь перевод более точный. Прямо Александр, просто сказано. Многоточие, я пропускаю фразы, которые не относятся к нашей теме. Латвийское государство, многоточие, создано многоточие, чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации и ее языка, культуры на протяжении веков обеспечить свободу всего народа и каждого человека в Латвии и способствовать благосостоянию. Это строка, как и вся система латвийского законодательства, говорит лишь о приоритете латышского языка и культуры, как гарантии сохранения латышской нации. А, в кавычках, обеспечить свободу и, в кавычках, способствовать благосостоянию, обещает для всего народа. Никаких ограничений или преимуществ в зависимости от национальности в законодательстве Латвии нет, и быть не может. Так, категорически против, как я уже говорил, эта преамгла меняет вообще все существование первой республики. Она заменяет понятия латвийский народ, там латвия стал двумя понятиями, латвийской нации и всего народа. А, в чем дело? Понимаете, в чем дело? То есть, есть такое, что... А почему это случилось? Почему в 20-м году, при конституции, которая была частью подписана, основой государства является латвия сталт, такого выделения отдельно латвийской нации? А здесь у нас появляется латвийская нация и народ. То есть, а в чем это так получается? То есть, у нас латвийская нация отдельно, и народ как будто в Латвии отдельно получается. То есть, здесь, вы поймите... Латвийская нация составная часть народа Латвии. Латвийская нация абсолютно так правильно. То есть, и латвийская нация языка культурного, а народную свободную и каждому человеку там может стоять. Здесь, я еще раз говорю, здесь мне, мне кажется, все шли прямо вот она привела к созданию родовой республики, как я уже говорил. Потому что, все шли, это если вы знаете, что я делаю с подвратами, а вот эти вот ученические собрания и комментарии, то, конечно, это обширенно здесь вот это прям было меняем. И до этого, естественно, латвийская государство Латвии. Латвия создавала для латвийской латвийской государства, но она не выделяла латвийскую нацию относительно других народов. Тут я должен подчеркнуть, что все-таки фигурально возможно, возможно одним инициатор вот этого вот адвийца национального углубления ПОВК Росулькость, потому что он поменял закон об образовании в тридцать пятом году, и закон о языке в тридцать пятом году уже встречается в сторону государственного языка. Хотя и там остаются на уровне национальный шинский, язык русский, и немецкий. А вот здесь вот это вот, да? И теперь, вы знаете, вот эти вот все вещи, как ни странно, все попытки Конституционному суду расплачивать, так сказать, и вот эти вот образования. А вот не ссоциировался не в двадцатого суда, а именно на преамбулу. И получилось, что у нас сообщитель преамбулу выше, чем сама Конституция двадцатого года. Но тогда два варианта. И мы должны были принять ее, опять же, как и принимается Конституция, это эфирену. Хотя, возможно, он был бы поддержан это. Но я имею в виду чисто так, по факту, как говорится. То есть, дело в том, что сейчас преамбулу стало примарно относительно Конституции двадцатого года. И все трактуется согласно преамбулу, а не то, как трактовали ее, когда конституция создавалась, когда она применялась. Вы начните с моих правилах, по-моему, бывает. И я буду начать комментировать это с основ. Пожалуйста. С основ. Конечно, не такая не вторая республика, а восстановлена... Да, единственная, которая была. Она восстановлена именно на момент восстановления. На момент восстановления. С непосредственным развитием вот с этого момента. развития, то есть видоизменения в соответствии с тем, что произошло за предыдущие пятьдесят лет. То есть, на момент восстановления на прежней территории прежним составом граждан, и зафиксирован этот факт, сразу же пошли дополнения в законодательство, которое отражает существующую ситуацию существующую. и направлено на изменения. Целью полагания окончательно. Что является целью полагания на сегодняшний день? Что является целью полагания? Конечный результат. Какое количество нас меньшинств устраивает, чтобы здесь был опород создан для этого, и уже не будет никаких опасений, боязнь и всего остального? Некоторые вещи, которые мы обсуждаем. Вы пропускаете мимо? Нет, я не пропускаю. Я уже говорил конкретный вопрос. Отвечаю. Да. Любое. Любое количество национальных меньшинств не прислоедет, создавая концепции латистского языка. То есть, сегодня латышский язык и культура все не находится под угрозой. Вы не путаете два понятия. Вы не путаете два понятия. Национальный состав и языковую среду. Национальный состав жителей Латвии сегодня, на момент восстановления это было очень важно. Сегодня не имеет никакого значения. Главное — сохранить языковую среду в официальной среде. Главное — обеспечить способность каждого гражданина полностью себя реализовать в любой сфере на территории Латвии на государственном языке. Если это государство обеспечит, количество и состав национальных граждан не имеют уже этого значения. Понимаете? И какие культуры, какие языки эти люди будут параллельно в себе контролировать, поддерживать — это их личное дело. То есть, если они международного человека поддерживают свою культуру? Запомните, если они параллельно еще будут окунаться в современную науку на распространенных мировых языках — это замечательно. Если они будут поддерживать свою культуру, латышики будут уважать за это. Так же, как они стремятся снять свою культуру, так же они будут уважать. И уважают все это, кто сохраняет свою. Независимо от того, где живут. Но противиться интеграции в местную языковую среду — это большая ошибка некоторых бывших граждан и их наследников Советского Союза на территории Латвии. На других территориях — я любую себя ставлю примером. Этого нет? Там вообще удивлены? А ничего такого не было? Извините. Дело в том, что мне очень трудно что-то говорить. Мы ходим по кругу. И просто, я говорю, то есть, здесь удел русской культуры маргинальный. То есть, она не поддерживается. Давайте я скажу что-нибудь. То есть, здесь русская культура. Она считается иностранной, на территории Латвии, включая законные языки. И все время основывается на то, что у вас есть рядом Россия, вот вам и там культура ваша. Хотя у вас культура русской в Латвии, но много никого. Он не отрицался в Первой Республике. Естественно, он не отрицался и в Российской империи, когда мы существовали вместе. Давайте я вам грех. Я не очень понимаю, почему меня отсылают, для того, чтобы я мог бы окормляться духовно и культурно, меня окормляют за границей. Потом меня упрекают за то, что я смотрю не латвийское телевидение. Это уже по идее еще. Это не измекает. Поймите правильно. Ну, то есть... Это не Российская история, это Кремлевская. Пусть. Это большая разница. Кремлевская телевидение. То есть у меня любопытно. То есть здесь такого... Вы знаете, я всегда вспоминаю, потому что пример не очень, да, такой, заразительный. Но любому существу, человеку, кроме такого дома территориального, должен быть и свой культурный, и другому, который он будет. И вы говорите, здесь, в Латвии, для тебя его нет. Давайте я вам скажу, ищи его там. Когда я начинаю искать его там, мне говорят, ты не патриот в Атвии, потому что ты смотришь не сюда, внутрь в Атвии, а туда. Но когда я смотрю внутрь в Атвии, почитаю все, то я не вижу здесь своего пространства. Уважаемый господин Соколов, как патриот русской культуры, которым являешься, я тоже. Я тоже являюсь, но это русская культура. И представьте себе ситуацию. Ведь, например, в этом «Факты жизни» татарская община в Москве живет несколько столетий. она довольно большая. У них свои премиозные общины есть, прочее, прочее. И представьте себе, если бы эта татарская община подняла такой вопрос, что мы имеем право заменить образование на русском языке образованием на татарском. А потом, как люди, не освоившие достаточно хороший русский язык, имеем право на высшее образование на татарском. Имеем право иметь рабочие места на татарском. И так далее, и так далее, вплоть до государственного правления. Как вы отнеслись к этому? А ведь тоже столетие, и тоже большое количество людей. Даже в татарской автономных юстики, насколько я знаю, там есть государственный язык татарский и относительно русские места. Это два языка. Школы тоже есть. Вы поймите право. То есть здесь есть это всё. Есть в этом этом. Вы знаете, сколько национальных фонариусов есть было? А вы хотели бы, чтобы это было в Москве? А почему это должно быть в Москве? А почему это должно быть в Матве? А дело в том, что там изначально не было этих школ. Здесь изначально школы были. Татары в Москве живут больше, чем стараться в Москве. Татары, кстати, имеют школы для культурного развития в Москве. В Москве существует 46 личных школ для культурного развития, где преподаете языки, культуру и все остальное наравне с русским языком. Отлично! И какая из них отказывается от образования на русском полного? Какая из этих школ выпускает выпускников, не прошедших полного курса образования на русском языке? Что значит «не прошедшего полного курса образования на русском языке»? А то, против чего вы сейчас боитесь в Афе. А я не боюсь против этого. Полный курс образовательный на государственном языке с однопрожеванием. Вот если татарская школа скажет, а мы 40% по-русски будем, а все остальное будет по-татарски. И то, что наши дети по-русски не изучали, обеспечьте нам в Москве. Все это на татарском. А кто спрашивает здесь такое? Вы кого имеете в виду? Я спрашиваю вас. Я вас спрашиваю. Если бы татарская община потребовала то же, что вы требуете здесь? Что бы я здесь требую? Что я здесь требую? 60 на 40? Да. В 2004 году был достигнут компромисс. Если в Москве потребует татарская община этого, что вы скажете? Если в Москве потребует татарская община этого, что вы скажете? Я не москвич. Пусть об этом рассказывает москвич. Очень хорошая позиция. А они, например, болеют за это. Вы болите? Уже в России поднимается вопрос, что слишком много приезжих с юга, что размывается русская община, что китайцы захватывают языки и уже русские деятели обеспокоены тем, что русский язык будет распоряться. Это не моя компетенция. Я вратвийский. Очень хорошая позиция. Да. Хорошая позиция. Я согласен с этим. Я не являюсь каким-то там, знаете, как говорится, теоретиком. В этом плане. Поэтому я... Мы сейчас отговорим на Латвине. Я не понимаю, почему тот компромисс, который был достигнут, когда создавали школы русские, русские школы, которые вывезли здесь веками. Наработана методика. В том числе и латвийского языка прекрасно. Первые исполники. То есть все это сейчас нужно разрушить. Зачем? А второй момент меня удивило другое. Ведь даже во времена нацистской оккупации в Латвии существовали русские школы. Было 213 школ основных и 4 гимназии. У нас здесь как подсоции авторопосов с 4 гимназии. А почему сейчас все это уничтожают? Здесь нам нужно просто уничтожать. Ну, пожалуйста. Давайте я прокомментирую вашу психологию. Подсознательную. Да, пожалуйста. Вас не интересует, что будет в колыбели русской культуры в России. Вас это не волнует. Вы от этого отстранились, извините. Вас волнует создать колыбель русской культуры автономную, способную к самостоятельному, постоянному развитию самовоспроизводству в Латвии. Вас интересует Славянская республика Латвия? Нет. Абсолютно нет. А тут вы уже противоречите сами себе. Ничего я не противоречу. Я хочу уважительного человеческого отношения. Я не понимаю от того, чем вам мешает русская культура... Ответьте мне прямо. Чем вам мешает русская культура в Латвии? Существование ее? Я уже отвечал не раз на эту вопрос. Скажите. Она не мешает ничем. Ну так, а чего? Один маленький момент. Так. С тех пор, как все граждане Латвии получат образование на государственном языке, этот вопрос снимется вообще. И пусть расцветают все цели. А зачем вам это нужно? Наверное, что вот Латвия. Зачем лично вам это нужно? Мы только что забрались в муты. Не надо мне бумаги. Я спрашиваю вас. Я вас спрашиваю, зачем лично вам это нужно? А я прямо по бумаге читаю. Не надо по бумаге. Вы от себя. Не надо по кругу уходить. Не надо по кругу уходить. А вот вы не хотите по существу? Вы хотите вокруг? Нет. Я по существу. У вас особо... Вы надо вас отдаться в русской языке, хватит, чтобы я берем. Я хочу вас поздать. А я хочу вас... Вы не отправляли за чистоту? Про ТАТА, про Москву, про все. Я хочу вас спросить просто. Да, да, да. Чем вам мешает то, что та существующая система образования, которая обеспечена худо-бедно пока еще кадрами, та, которая является спросом, зачем это вам надо? Любой язык не будет подвержен декорацией выбиранию, если практически используется во всех сферах жизни и развивается много со временем на определенной автономной территории. Ну, вы развиваетесь. Кто вам мешает? Я мешаю? Что вам мешает? От степени инвентаря... Подождите минуточку. Правам человека... Возвращаюсь к правам человека русских детей. Ну, правам русских детей. В Латвии, а в двух языках. Извините, извините. Прошу тишину. В двух языках. Я прошу тишину. Да. От степени интеграции человека в среду государственного языка, страны проживания, зависит от его фактических возможностей реализации своих прав. Я за равноправие русских детей в Латвии, чтобы они на равных здесь конкурировали. И их возможности, их таланты в среде русского языка также расцитали. То есть, в среде русского языка я не забочусь. Нет. Вы строите маленький барьер. Нет. Барьер. Это и есть барьер. Это барьер. Если химию в школе не изучать по-латышски, значит, будучи доктором химических наук, окончил учебный университет мира, в латышской культуре этого достижения не будет. Нет. А если же человек окончил в школу 100% образование на латышском языке и получил международное признание как ученый, он латышский ученый. А вот если вы физик-атомщик, но на латышском языке свою профессию применить не можете, значит, в Латвии нет физиков-атомщиков. В латышской культуре его этого нету. А тут мы возвращаемся к следующему пункту. Во всех сферах жизни. Если мы ограничиваем бытом, и одаряемся от Бога, значит, мы язык обрекаем на бытовое. На фольклор. Значит, ну что теперь? Ну что теперь? А вот в Латвии есть цель, вот теперь, я отвечаю на все вопросы. А в Латвии есть цель сохранения латышской культуры в веках. Ну так и кто поводит? А для этого нужно, чтобы ее использовали? Ну так это вы используете. Ну используйте. Не 60 на 40, 100 процентов. Ну почему? Вот вам почему сейчас? Потому что если будем использовать на 40 процентов, на 60, то он на соответствующие проценты и будет деградироваться. Нет. Значит, вы не понимаете вообще в образовании чего, к сожалению. То есть, чтобы вы понимали. В школе, в школе первичен ребенок. И наша задача дать ему образование как можно лучше. Как можно лучше. Естественно, образование на народном языке сложный предмет и ему легче удается. Потом со временем он изучает и издает государственные экзамены и сейчас все на латышском языке. В высшей школе первичен профессор. Но не будет профессор Сарбоне или чего-то учить вашему языку, если вы к нему приедете. Что первичное и что вторичное. Вы должны это понимать. В образовании, в школе, в детском саду первичен ребенок. Мы проставим все форусские языки. Нет. Я вам говорю про языки. Потому что вы сейчас все время говорите за это. Кто вам мешает? Я вам мешаю. Дети, которые говорят на русском, нам мешают. В чем проблема, я не могу понять. Я уже... Я еще раз говорю. Я стал считать, с которого я говорю. Дети, говорящие на русском, нам мешают. А я вам стал слушать. Нам мешают. Дети, не знающие латышского. Кто ж это не знает латышский язык, если сдаются экзамены по латышскому на уровне родного во всех школах? Сто процентов. Сто процентов. Пусть дальше сдаются. Ну так пусть дальше. Зачем сдаются? Ну так и до этого это было. Зачем все это... У нас нет противоречия. Сто процентов образования. Вы должны понимать одно. Еще раз. Вы понимаете. Я хочу сказать одно. В школе, если что-то есть, зачем ломать то, что есть? Ради чего? Ради чего все это задействует? Нет предела совершенства. Нет предела совершенства. В каком мы совершенства? Но. В заключении, я вижу, что нет предела совершенства. В каком государстве вы видели школьное образование 60 на 40? Это только переходный период. В условиях перехода от колонизации. Подождите минуточку. Дело в том, что я участвовал в 2013 году в огромных дискуссиях о том, как мне доказывали, что билингвальное образование это будущее Евросоюза. Где будет образование на нескольких языках. И что мой тезис о том, как оно будет, если мы сейчас от монолингвизма, когда преподавались в основном на русском, ушли в билингвальное образование, которое было европейским. А сейчас мы переходим к монолингвизмным отышествам и вы мне доказываете, что будущее это хорошо. Скажите, пожалуйста, мы зря развивали первую половину нашего разговора. Пожалуйста, первый пункт. Вы с ним согласны? Нет. Второй пункт. Вы с ним согласны? Любая культура языка состоится с одной части в языке. Вы понимаете, я со всем согласен. Дальше. Только вы под этим давайте 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 только и конкретно. Конкретно я вам говорю. Чтобы язык не сохранялся и должен использоваться. Третий пункт. Во всех серверах. Согласны? Ну, пусть сохраняется и используется. Разве я против. Взаимовлияние разных языков ведет не только к взаимопомещению, но и к вытеснению. Потому что языки не равны по своему распространению. Ну, не знаю. Потому что в этом плане я не взаимодействую. Если продать территорию Атрии, то здесь, я еще раз говорю, я не знаю в чем проблема. Значит, здесь вы не знаете. Я не знаю. Дальше. Фактически равное ухождение разных национальных языков на неразделенной территории. На автономной неразделенной. Не может быть. Фактически равное ухождение. Бесмотря на законы. С этим я согласен? Конечно, не согласен. Что может быть в законах равны. И фактически они совершенно равны. И используются точно на равных. И человек открыл рот может произнести слово на двух языках одновременно. Ему не нужно выбирать один из них. Любой человек думает на каком-то из языков. Думает он на одном из языков. Вы когда сейчас не говорите ответ, вы все равно сравниваете свой ответ со своим внутренним. На каком языке вы это делаете. А говорить вы можете и на двух языках. Вы говорите про человека. Я говорю про государство. Если в государстве написано в законе, что языки все равны, сколько там не было. Фактически в жизни они равны или нет? Есть более или менее распространенные? Есть. Скорее всего есть. Есть. Шестой. Полноценное автономное развитие более одной национальной культуры в неразделенном на автономии государстве возможно? Без того, чтобы одна культура другую как-то не вытесняла. Если нет возможности взаимоуважения есть, то возможно. Если нет взаимоуважения. Но опять-таки возвращаемся к предыдущему. Я в том, чтобы пометить. Каждый раз приходится выбирать один мысль. Мы с вами говорим на разных языках. Нет. Я говорю. Добьем. Добьем этот список. Мы добьем друг друга в конце концов. Этот список давайте добьем. Сначала список. Пока мы вот так занимаемся, мы добьем ответ до конца. Пока мы список добиваем. Добьем этот список, а потом добьем его ответ. Если все языки в мире разно распространенные. В законах можно писать что хочешь, но если они разно распространенные, они будут по-разному и распространены государству. Значит шестой пункт. Если законно писать что хочешь, зачем же их писать? Вот именно. Условия проживания в своем национальном государстве и автономии отличаются от условий жизни вне своего национального государства? Отличаются. Отличаются. Условия сохранения своей идентичности. При наличии в государстве нескольких государственных языков предположен гражданин обязан знать все? Не обязан. От степени все языки, если их не зликать. Ну давайте так что. Между обязанностями и человеческим отношением к гуманам это две большие вещи. Все. Я с этим не спорю. Но обязанностей нет. От степени интеграции человека в государственного языка страны проживания зависит ли во фактические возможности реализовать свои права и признать за все? Зависит. Жители разных национальностей должны бороться за языковый барьер против языка государственного? Или за право углублений и больше изучать язык родной? Против государственного? Ну зачем против? Значит за родной надо, а не просто государственного. И по преамбулу все ясно. Приоритет культуры многих людей. Ну вот это ничего себе. Приоритет культуры, но не людей. Хорошая конституция. Все правильно. Да. Дальше. А с каких это? Хорошо. Вы не согласны с приоритетом культуры. Что значит? А без приоритета культуры можно сохранить? Не понял. Не понял. Что значит я не согласен с приоритетом культуры? Латвийское государство создано, чтобы гарантировать существование и развитие латвийской нации и языка культуры на протяжении веков. Других языков и наций государство не гарантируется. Оно в конституции. В преамбуле конституции пишет. Гарантирует только возвращаемся к тому, что преамбула изменила конституцию власти. Вторая это констатирует. Да. Ну такая, что ж в этом хорошего. Ее что, обсуждали с кем-нибудь? Ведь учитель собрания обсуждал с 18 по 22 год. А преамбула создал один человек, ее проголосовали, никто не обсуждал. А вы же согласны, что любая иностранная культура имеет право на сохранение? Ну понятно. А для сохранения нужные условия, при которых язык используется на всех сферах, на всей территории, всеми гражданами. Подождите, я был принимать в 12-го года язык, а в 18-м языке в 19-м языке в 19-м. И так уже там все было сделано. Меня немножко удивило ваша оппозиция. Меня удивляет ваша нелогичность. Чтобы язык сохранился, нужно создать условия разума маленькие? Нужно. Значит, государство берет на себя обязанность эти условия. Не обязательно. Это может быть необязательно. Но после советской власти... Что происходит? Обязательно. Почему это после советской власти ставит? Именно после советской власти... А что, в советской власти не усвоивался язык? Мы к этому еще вернемся. 50 с лишним каналов культурного... Значит, с чем вы только не согласитесь? Что взаимовлияние языков ведет не только к взаимообогащению, но и к взаимовытеснению, если они на одной территории, на равных... Своим вытеснений не бывает. Не бывает. Не бывает. А вам... Я не считал. Но я знаю очень многих этнических латышей, которые всю жизнь прожили в Латвии. Не выезжали. Но они уже не пользуются латышским языком. У них имена, фамилии латышские, языком они потеряют способность пользоваться. Они его понимают, ну, вроде как вот в Саваке, но не говорят. Таких людей много. Если б я не увлекся борьбой с советским властью и коммунизмом, я бы тоже был таким же человеком. А сейчас это со страшным акцентом. Я вырос в Латвии, я никогда не жил за границей, не считая, когда в море ходил. Я понимаю, но дело в том, что... Вот это называется вытеснение. Вы понимаете, в чем дело? Что мы очень увлеклись борьбой. А борьбу уже пора прекращать. Я как раз к этому все и иду. Борьбу пора прекращать. Понять вот эти вот 12 пунктов. Если их понять и принять, борьба кончится. Нам не о чем больше бороться. Останется только увеличивать финансирование для изучения языков национальных общин Латвии. Прежде всего русского. Потому что это самая большая архива. Она себя защищает своим количеством. Она себя защищает тем, что рядом Россия, с которой мы рано или поздно будем дружить, торговать. Чья культура на нас имеет огромное значение. Огромное влияние даже сейчас. Просто записать мы русский язык не можем. Никак. Официально. Нет такого. Мы не можем что-то написать, что язык какой-то официальный. Без того, чтобы он не продолжил государять латышского. Как только мы записываем, что русский язык имеет какой-то статус. Значит принципиальные люди имеют право стать на этот принцип. Да никак они не имеют права, где остается государство, а статус здесь национального общинства или регионального. Это фактический статус. Он и так остается. Более того, школы остаются. В чем остается? Ну где они остаются? Вы видите же, что дальше. Единственное, что нам мешает обида за разрушенную империю. Никак не может привыкнуть, что мы живем в национальном государстве Латвии. При чем тут это? Литовские русские понимают, что они живут в литовском национальном государстве. Латышские русские. Латвийские русские. Не все. Очень не все. И часть этого замешана на прокоммунистических диалогах. Об этом поговорим в следующий раз. Зря, зря. А было бы очень интересно. Ну что там? Ну о чем мы говорим? Вы согласились со всеми пунктами. Если мы с ними согласились. Да дело в том, что ни с чем не согласился. Дело в том, что вот это микизм. А вот это уже обида. А вот это вот отношение к человеку не гуманное. Что у вас это звучало. Оказывается, эти пары в ходе переходные 2003-2004 года. Они не достигли компаний, с которыми, в принципе, воспринялись все нормально. Да. И дается возможность получить образование от тех... Это переходной период из гуманных соображений. Конечно, и из гражданства. Это возможность переходного периода из гуманных соображений. Теперь гуманный переходной период закончился, и значилось небуманное отношение. Я понял. Вопросов нет. Назовите мне хотя бы один закон, по которому написано. Латышевые права русских не имеют. Что значит русских не имеют права латыши? Но нет таких у нас законов. Нет у нас нарушения прав человека. Есть больше возможностей, от большего количества знаний. К знаниям относятся, в том числе знания государственного языка. Других различий нет. Различия в знаниях. И государство обязуется всем дать полный объем. Школьных знаний на государственном языке. Чтоб в этом государстве люди другой национальности. В правах и возможностях не отличаются. Пока они отличаются. Это переживки нашей истории. Выше права на государственном языке. Это только государственные обучения. В общем плане, образование и знания существуют на разных языках. Поэтому человек не получает на разных языках. А то, что в национальном государстве есть государственный язык. И все учреждения муниципальные, административные. Литы, полиция, все это существует на государственном языке. Так это было по закону 35-го и пара униса 32-го года. Но в то же время там были русский и ниндерский язык. На уровне муниципалитетов. На уровне самоправления. На общении непосредственно с бытовой. Я уже говорил на эту тему. То есть вы понимаете, в чем это такое подходе. Сто процентное. Он абсолютно не гуманный. Он абсолютно, как вы видите. Я говорю о человеке, а вы говорите о государстве. То есть это какой-то религизм такой. Я простилетно говорю о человеке, который в этом государстве будет чувствовать себя как развод в воде. Окончив русскую школу с полным циклом развода на русский язык, на логическом языке. Он здесь будет открыт в воде. Он будет знать язык. Он язык и сейчас знает. Не просто знать язык. А владеть его на уровне нормального. Если он что-то не изучал политически, это маленький барьер. Зачем он вам? Вот объясните. Вот вы ко мне так агрессивно обращались. Чего вы от вас хотите? А я к вам также обращаюсь. Зачем вам маленький барьер? Какой это значит? Маленький барьер от государства языка. Да потому что... Какие-то предметы не изучать на государстве. Зачем вам это? Мне нет. Мне абсолютно здесь. Здесь вопрос... А зачем вы это хотите своим детям и многом? Что значит я хочу своим детям? Чтоб они частный метод не изучали на государственном языке. Что значит не изучали на государственном языке? Вы поймите правильно. У них родной язык не ватышский. Вы согласны с этим? Родной язык не ватышский. Что вы добиваете? Чтобы рождались ватыши? Что вы хотите? Мы не можем обеспечить для нескольких национальностей национальный комфорт. Я отвечаю от русской общины ватыши. Мы не можем обеспечить... Что вы не можете обеспечить? Обеспечить здесь создание слоянской местоприноточки. Здесь есть образование на русском языке. Не надо обеспечить. Пусть оно остается. Ну так а зачем вы его разрушаете? Никто его не разрушает. Только что вы мне говорите, что это должно быть на государственном. Одно другому не противоречит. Как не противоречит? Одно другому не противоречит. А я считаю, что противоречит. Если человек противоречит. Дело в том, что я вам уже буквально 5-10 минут назад сказал, что в школе приоритете ребенок. И получение его образования является приоритетом. Чтобы он вышел образованным человеком. Расскажите о том, что в английской школе, в немецкой, в испанской. Почему вы это в лотвинской говорите? Вы даже в литвинской этого сказать не можете. А в лотвинской можно. Да потому что здесь исторически не созданное образование. Исторически татары живут в Москве дольше, чем в старой веры в Латвии. И они не поднимают вопрос. Я не татарин. Я русский. Я поднимаю вопрос. В Латвии. В Латвии Сварянской Республики Латвия не будет. Причем тут Сварянская Республика Латвия. А значит, мы выполняем эти все пункты. И успокаиваемся. Вы выполняете все пункты. И вы с ними согласны. И община русская. Уважаемая большая община. Я еще раз заявляю. Имеет свой статус и благодаря количеству своих денег. Я буду против такого подхода к русской общине в Латвии. Ее не слышат. Не уважают. И не хотят слушать доноров. В чем заключается будет уважение на положение? Уважение права, по-моему, будет так. Неграждан право голоса на муниципальных выборах раз. Статус языка русского выше иностранного два. И третий вопрос. Оставьте в покое школы в том состоянии, в котором вы можете 60 на 40. Из знаний языка увеличьте количество преподавателей латвического языка и отработайте в конце концов методики. Смешно, когда человек выходит из школы, которая 60 на 40, и он не знает никакого одного языка. Не ставьте телегу впереди ложь. С последним я совершенно согласен. С последним я согласен. Что вы имеете в виду статус выше иностранного, вы так и не объяснили. Я объясню вам. Любой статус выше иностранного дает выбор гражданину. Нет, он не дает. В Латвии этот выбор давать нельзя на будущее. Вы сегодня он существует, а на будущее нельзя. Я считаю, что не только можно, но и должно. Выговорим. Да, потому что в тех ограничений момент, когда вы понимали унизительно то, что вы инициативы иностранного в Латвии. Вот мы и договорились. Значит, ваша цель – славянская республика Латвия. Моя цель – сохранение того исторического наследия в Латвии, которое является русской общиной, которое существует здесь веками. Если вы оказываетесь от этой интеграции, полной интеграции, что значит… Минуточку. Еще. На уровне родного найдутся родные. Еще минуточку. То есть, вначале мы сказали интеграции, и потом полная интеграция. Я еще раз говорю, про этот разговор полной интеграции я не вижу, и мне никто не выгодит его упрямление, что является полной интеграцией. На уровне родного, на виду с родным. Я же вам все рассказал. Так, пожалуйста. Помнишь, что у нас происходит в своем языке? Причем тут это? Это. Это и дает на уровне родного. Почему оно дает родного? При отсутствии методики учителей это не даст на уровне родного. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Вы обеспечили вначале методики нормального учителей, а как это вы требуете на уровне родного? Согласен. Мне не первое. Я согласен. Но это не опровергает, что надо от этого оказываться. Для того, чтобы что-то... Понимаете, вот вы ставите условия, обеспечьте эти условия, пожалуйста. Согласен. Государственное положение. Люди образованные были, воспитанные и гуманные по одному другому человеку. А у вас есть только одно. Полная интеграция. По усовершенствованию этого государства мы с вами найдем общий язык и будем меньше его совершенствовать. По праву голоса для неграждан вы меня извините. Какое было сопротивление со стороны тех же граждан части латвийской независимости, переходу в так называемый капитализм, вступлению в Евросоюз, вступлению в НАТО? Я вам скажу так. Эти люди никогда не исчезнут, и они еще не изъявили своего желания стать гражданами Латвии. Дать такой голос этим людям у нас и так проблем много. Но зачем их увеличивать? Дело в том, что вы поймите правильно, в Эстонии негражданам дали право голоса на муниципальных выборах в 1930 году. И там больше того вы стоите. В Эстонии голосуют не только неграждане, а и граждане России. В Литве на муниципальных выборах голосуют и гражданами, и третьих странах, и гражданами. И только в Латвии. Вы поймите правильно. Проблемы? И только в Латвии борются против образования на государственном языке. Образование имеет право зайти в школу, проверить лицензирование и спросить, а почему вы не достигаете этого? Понимаете, в чем дело? Мы вот это достижение знания латвийского языка как родного, мы ставим в угла все образование. И по пути достижения этой цели мы губим образование само по себе. Вот эта проблема. Меня беспокоит. Меня беспокоит будущее детей. Если вы видите различие между Латвией и соседними республиками сегодня, то оно началось при советской власти. И теперь, чтобы его исправить, мы идем несколько разным путем. Потому что советская власть по-разному нас отсоветизировала. По-разному. И Латвия досталась больше губитных. Нам надо заканчивать. Хочу сказать. Вы помните, в советское время было анекдотом, что с какого момента это уже не переживки божьего, а недостатки настоящие. 30 лет прошло. Когда уже мы закончим переживки божьего? Я понимаю. И будем обращать внимание на недостатки настоящего. Вот я и предлагаю. Если мы начнем разговаривать о недостатках настоящего, мы никуда не двинемся. Мы и так будем пережевывать, переживки божьего. Как вы правы? Именно для этого я с вами и разговариваю. Потому что, поняв смысл и закономерность того, что мы обсудили сегодня по пункту, мы можем прекратить споры о языке и перейти к другим проблемам государства. Нас разделяет только не то понимание проблемы языка. Бывшие коммунисты и перцы, противники ответственной государственности уже не могут агитировать за свои идеи, с которых они начинают. У них осталась последняя язык, недопонятая частью населения, проблема, которая цепляется живое. И конкретно цепляется интересы. С этим надо согласиться. Интересы людей здесь зацеплены. Было комфортно и вдруг стало некомфортно. И к этому если добавить сердственные эмоции, плюс проекарство в коммунистическом мировоззрении, вот и получается у нас компот. Поэтому мы должны очень строго придерживаться вот этих пунктов. По ним у нас разногласий практически нет. Может быть какое-то понимание в одном из них четвертом. И если мы к этому приходим, нам пора прекращать этот раскол по национальному признаку. У нас общие проблемы в экономике, всех же учтений, проблемное, миграция. А мы на каждых выборах, во всяком случае, делимся и одни голосуют по-своему, а другие смотрят, как бы не проголосовать за партии, за которыми грезятся кремлевские про-путинские уши. Понимаете? Как бы если мы окончим эту борьбу и прямо скажем, вот мы белые, мы правые, мы консерваторы, мы там зелёные, христиане и прочее. И между этими первоначальными интересами продолжится борьба. А у нас пока борьба продолжается между основами государственности. Давайте перестанем оспаривать основы государственности. и думать о государстве, как о таковом. Почему не будет никогда принята в коалицию партия согласия? Пока может оставить коалицию без неё. Её никогда не примут. Именно потому, что она предлагает компромисс для основ. Она основы, в основах государственности хочет искать компромисс. Таким образом, её размывать. Вот давайте согласимся с основами. они обоснованы, они законны. Цели помогания я вам расположил. Законность и логика этой цели обоснованы полностью во многих странах. Единственное, что Латвия не признала два пункта рамочной конвенции о правах меньшинства, которые не учитывают особое положение в Латвии, в высоком среде. Поэтому Латвия их не акцентировала. Но эта рамочная конвенция вносит рекомендационный характер. И Евросоюз относится к этому с пониманием. Не вынуждает. Потому что у нас действительно положение особенное. То, что мы с вами по этому вопросу спорим, это положение особенное. В Литве таких споров невозможно представиться. А мы спорим. Я предлагаю втумнуться в это. И начинать спорить по другим проблемам. Мы совершенно по-другому разделились. Социал-демократы, либералы и прочие. Вы не поняли. У вас остается гордость великой русской нации. Меня просто и я горд за великую русскую нацию. Фактически статус вашей русской общины, к которой я себе отношу. Мы сейчас будем на другом мероприятии. И я там буду выступать за русских. Но это в вашем количестве. Записать какой-то официальный статус это значит какой-то иностранного. Не иностранцы. Но нету такого статуса, который не давал дополнительных прав. Как только ты пишешь дорожные правы. В следующий раз я принесу хорошо за законы были первой республики. А я предлагаю в следующий раз сменить тему. Да хорошо, давайте сменим тему. Давайте поговорим о преимуществах коммунизма. Ну причем только коммунизм. Мы начнем со слов и потом глядем до наших дней. Ну я не специалист. я не был политработником или я тоже не был. Но мы с вами жили и строили. И я уже будущим взрослым человеком. Я просто жил. И я будущим взрослым человеком Ветя свободный мир все равно в душе уверен был что у нас лучший строй в мире. Ветя нашу нищету и их благополучие все равно в душе был уверен. для этого нужно время чтобы измениться. У многих этого времени многим не хватило. Давайте поможем и себе. Не знаю. спасибо большое что вы все это выдержали. Я понимаю они строятся на взаимном уважении на понимании на понимание понимаете а мы немножко вот это что элигизм уважаемый господин Соколов но требования к знанию языка это не относится не является нарушением права человека все нормально это не является все хорошо наоборот эти все переходные периоды эти статусы переходные это право выбора это и есть из гуманизма ведь это умунизация вообще никакого выбора никакого нет есть знаете вот стойте молчить если хотите со мной разговаривать правильно это так так и есть такое тоже испанец спасибо таку как вы обиделись за свою империю как вы обиделись за свою империю ни за какую империю ой вы только это скрываете ну вы я вас и вижу я сам что вы прекратите спасибо таку спасибо хэйкраунду и до следующих встреч спасибо спасибо всем